Ну что ж, завалили меня просьбами откомментировать новый ролик клирика. Людям почему-то кажется, что если я каким-то образом негативно высказываюсь в сторону России, то, например, с такими служителями духовенства, как клирик, у нас есть что-то общее. Господа, вот этим роликом я вам попытаюсь объяснить, насколько мы разные. И, кстати, не обольщайтесь вы сутане и елейным голосам. Видите ли, служители культа, как правило, ведут себя именно вот так двойственно, как ведет себя господин клирик. Это тот самый человек, который должен призывать к человеколюбию, к смирению, к толерантности, к прощению прежде всего. Но то, что вы видите на его канале, это полная противоположность. И да, я знаю, моя позиция вам не понравится, но если вы постоянный подписчик или зритель моего канала, вы должны уже привыкнуть, что я не говорю то, что нравится большинству, а лишь то, что у меня в данный момент на душе. Вот именно сейчас я об этом и выскажусь. Если кто-то не в курсе, то господин клирик поднимает сейчас очередную волну гневно осудить Роберта Шлегеля, бывшего депутата Госдумы России, сейчас гражданина Германии. Не просто осудить господа, а даже репатриировать его из Германии. И он это пытается обосновать. Ну, вот такими словами, вы пройдите, конечно, по ссылке, посмотрите его ролик обязательно, непременно. Но, насколько я помню, слова были следующими. Необходимо загнать крысу в клетку, давайте поможем вернуться ему в родную говень. Вот, понимаете, у меня в этом моменте слом шаблона. В буквальном смысле. Когда кто-то говорит в родную говень, ну, например, вот такой вот безбожник, атеист, как я, как бы нет проблем. Когда мне об этом говорит человек в Сутане, у меня возникают вопросы. Вы знаете, я вот такой дотошный, у меня сразу возникает куча вопросов. И так по существу дело, если вы вдруг не в курсе. Бывший деятель Государственной Думы и основатель движения «Наши», российский патриот и так далее и тому подобное, переместился в Германию по праву своего этнического происхождения. Ну, просто по имени и фамилии логично, что Роберт Шлегель, скорее всего, имеет какие-то немецкие корни. То, что я нашел в интернете о нем, сообщает следующее, что два года приблизительно тому назад он закончил свою депутатскую деятельность, полностью прекратил какие-либо общественные выступления, даже удалил свой твиттер-канал и, судя по всему, начал говорить о том, что заблуждался. Что то, что он говорил раньше, он теперь в этом раскаивается, он принял решение покинуть Россию, решение это было непростое, он, судя по всему, понял, что в этой стране у его детей нет будущего и, имея такую возможность, перевез детей в Германию. Хочет, чтобы его дети выросли в немецкой культуре. Ну вот, я человек, который призывающий всех, любыми путями, даже в том числе незаконными, покидать территорию России, я вот такое вот желание человека уехать из России лично не осуждаю. И да, к моему величайшему сожалению, уезжают из России, знаете ли, не только очень хорошие, добрые, честные, пушистые люди, уезжают из России, знаете ли, даже подонки, уезжают из России, знаете ли, даже поклонники Путина, уезжают из России пропагандоны, которые уже здесь, находясь на территории Германии, продолжают заниматься пропагандической деятельностью. Ну вот, я бы сейчас назвал бы три канала, которые я терпеть не могу, но просто, чтобы не делать им лишнюю рекламу, я их называть не буду. Выпуски этих каналов мне беспрерывно присылают в частной переписке и просят откомментировать. А выпуски эти, ну, как вы понимаете, сводятся к тому, насколько тяжело живется немецкому безработному, как ужасно сексуальное просвещение в немецких школах, как отвратительно видеть на улицах толпы гомосексуалов и тому подобное. Авторы этих каналов являются гражданами Германии. Они, как и я, проживают здесь по 15-20 более лет. И не просто критикуют Германию, находясь 20 лет на этой территории, они еще и прославляют великого Путина и замечательную Россию, с которой сами же уехали. Чего, кстати, господин Шлегель пока не делает. То есть давайте разберемся в деталях. То, что я написал клирику в нашей, ну, такой небольшой переписке. Я написал ему, что, конечно, наверное, господин Шлегель плохой человек. Может быть, он даже дерьмо человек. Но хотелось бы, чтобы с господином Шлегелем разобралась бы сама Россия. То есть Россия, как страна, в которой он занимался, видимо, какой-то деструктивной деятельностью, должна призвать его к ответу. Ну, может быть, посадить его в тюрьму, наказать его. Но теперь господин Шлегель гражданин Германии. И вот здесь у меня возникают вопросы. А в качестве гражданина Германии он уже что-то здесь успел сделать? Он вообще может быть по закону репатриирован? Я спрашиваю, в чем юридическое обоснование репатриации господина Шлегеля? Желание ненависти и расправы у блогера-клирика? Нет, ну, к этому мы еще вернемся. Я просто хочу знать вот эту юридическую составляющую. И если в моей стране можно вот так легко, создав волну на YouTube, репатриировать человека или отказать ему в гражданстве, извините, тогда Германия будет ровно такая же, как Россия, где закон можно будет развернуть в любую сторону. Господин Клирик, его канал набирает обороты. Это сейчас очень популярный блогер, особенно после поднятой им волны против пропагандиста Соловьева. Я вполне понимаю, почему вы симпатизируете этому новому, выбивающимся из общего числа блогеру. Во-первых, не каждый день увидишь на экране человека в сутане с бородой, с длинными волосами, с хорошо поставленным елейным голосом, который таким отцом-воспитателем и норвоучителем рассказывает, как все говенно в России. Вот в этот момент у меня что-то в голове не сходится. Вы понимаете, в какое ужасное время мы живем. Безбожник и атеист, такой как я, призывает дать шанс человеку, если он публично покаялся, и если он законно находится в стране, а служитель церкви, божий человек, призывает к публичной расправе. Распни его, линчуй его, давайте разделаемся не только с ним, с его семьей, давайте втопчем его репутацию, которая у него и так ужасная, давайте предпримем всяческие действия, напишем петиции, распространим листовки, уничтожим господина Шлегеля. И это не из моих уст, еще раз, это из уст клирика. Клирик, господа, не приводится никак иначе, как церковный служитель. Это представитель духовенства. Вот человек, который так называет свой канал, и который при вещании и выходе в информационное поле одевает сутану, поверьте, он себя действительно считает клириком. Теперь дальше. Есть такое понятие клирикализм. Это вот сейчас читаем, и я буду специально медленно читать, чтобы до самого последнего дошло, что же это такое. Итак, клирикализм – политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества. Ребята, это не просто так. Клирикализм – это политическая сила, которая хотела бы, чтобы и в культуре, и в политике, и в ваших мозгах, в вопросах воспитания, в вопросах семейных отношений, в законе, первая главенствующая роль отводилась церкви. То есть это хуже, чем то, что существует сейчас. То есть вы понимаете, что это не просто служитель церкви, а это человек, который считает, что церковь должна быть во всех сферах вашей жизни. Это первое, что нужно знать о слове «клирикализм» и «клирик». Все-таки ожидается от представителя духовенства, ну, понимаете ли, я не ожидаю от него слов «родная говень» или слов типа «мудозвон». Вот такие слова я могу услышать в других местах. От клирика лично я ожидаю призывов к милосердию. Я ожидаю от него каких-то человеколюбивых тем. Я хотел бы видеть от человека в сутане какие-то, знаете, такие жизнеутверждающие позиции, позиции толерантности, чтобы я, глядя на его светлый лик, безбожник и атеист, устыдился своих взглядов и подумал, «какой же я жестокий человек, вот она, истинная доброта, вот оно, сердце, болеющее за каждого человека, вот она, любовь к ближнему». Но нет, господин клирик – один из самых жестоких критиканов. Человек вообще в последнее время, ну, такое ощущение, забывший, что такое есть христианская любовь. Или вот как в данном случае, когда человек публично просит прощения и кается, у него не находится ни единой части в его сердце и душе, которая могла бы сказать, ну, вообще-то человека нужно прощать. Ну, или попытаться дать ему шанс. Ну, 34 года. Кто из нас не менял своих взглядов? Я уже не говорю о том, что, читая эту свою волшебную книгу, служители духовенства, ну, должны были там прочитать такую строчку, что «всякая власть от Бога», «Кесареву», «Кесареву» и так далее. Тогда опять вопрос. Ну, если в книге так написано, то я могу критиковать Путина, ибо я не верю в силу и власть Бога. Но человек духовный, человек церковный служитель, одевший на себя султан Падро, ну, он-то должен верить, что «всякая власть от Бога», значит, он должен поддерживать Владимира Путина? Ну, вот, понимаете, да, мы бы с ним не сошлись в этом, это сто процентов, но, по крайней мере, это бы соответствовало тому, что говорится в их волшебной книге. Почему же они читают там всё, ну, как бы через строчку, вскользь, или, как он мне предложил в переписке, «давайте без этих падре, давайте мой служебный сан и так далее оставим в стороне, поговорим о грехах Шлегеля?» Нет, уважаемый клирик. Давайте уж, если вы позиционируете себя как клирик, то и соответствуете своему названию. И отсюда у меня вопрос. Господин клирик, вам сутана не жмёт в последнее время? Может, просто снять её, одеть клетчатую рыбашку, джинсы, рассказывайте о своей жизни в Италии. Рассказывайте, как вы там замечательно давите оливки. Я рад за вас. Вот точно так же, как иммигрант, я рад за вас, что вы уехали, смогли спасти свою судьбу. Но только не позиционируйте себя ради Бога моралистом, если вы этой морали, вот этой вашей христианской морали, не придерживайтесь. Ибо у таких безбожников, как я, возникают вопросы не только к вам, а вообще к церковному, знаете ли, духовенству. Вот и всё, что я хотел сказать по этому поводу. А тем, кто не верит, что Шлегель может исправиться, хочу таким людям напомнить вот этого человека. Посмотрите, вот это замечательное, честное лицо. Зовут его Александр Невзоров. И сейчас это мега популярный человек на YouTube, в общественном пространстве, книги выпускает, лекции платные. В общем, всё замечательно в карьере Александра Невзорова. Все любят Александра Невзорова. Попробуйте что-нибудь сказать против Александра Невзорова. Вы отгребёте кучу негативных комментариев. Людям, у которых память, как у полевой мышки, я хотел бы напомнить, что ещё буквально недавно, 20-30 лет тому назад, господин Невзоров был совершенно другим человеком. Он учился в духовной семинарии. Это до того, как он стал активно РПЦ троллить и критиковать. Он хотел принять духовный сан, если вообще его не принял, а потом не отказался. Ещё он был коммунистом. Родственники работали в КГБ. Он был доверенным лицом Путина. Об этом почему-то никто не вспоминает. Ведь сейчас он критикует режим. Ну всё, этого же достаточно, правда? Я, кстати, этот пример привожу и к лирику тоже. За одну жизнь человек может менять свои взгляды не только множество раз, но и полностью кардинально. Давайте, прежде чем мы подумаем о судьбе 34-летнего Роберта Шлегеля, который только начал свою жизнь в Германии в качестве немецкого гражданина, всё-таки подумаем о таком человеке, как Александр Невзоров, который прекрасно себя чувствует, 50 раз поменяв свои политические представления и взгляды на жизнь. У клирика, я думаю, будет большая карьера на YouTube. Людям очень нравятся экстравагантные личности. И лишь немногие задают вопросы, вот такие, как я, соответствует ли сутана тому, о чём говорится на этом канале? Соответствуют ли тон, мысли, призывы тому, как себя человек позиционирует? И почему человек продолжает позиционировать себя как клирик, то есть церковный человек, если ведёт себя как безбожник? Чем занимался господин Шлегель, мне отвратительно и противно. Но если господин Шлегель решил уехать из России и начать какую-то новую жизнь в Германии, находится он здесь законно, и я не вижу оснований, по меньшей мере, для его репатриации, к чему призывает клирик. Общественное порицание? Да, наверное, он это заслужил. Насколько я знаю, работодатель Шлегеля в Германии уже уволил его с работы. Но вот высылать его из страны за то, что он где-то организовал общественную группу и призывал к патриотизму в России, извините, господин клирик, но вас заносит на поворотах. Я думаю, сегодня вечером у господина клирика будет тема к его новой персональной молитве к Творцу. Хотелось бы, чтобы Всевышний разобрался с поведением своих служащих на земле. Всего доброго. Это, конечно, для меня стало понятно, почему у православных людей возникает вопрос относительно данного человека. Ему самому, когда задавали на стриме вопросы о его юрисдикционной принадлежности, определённого ответа люди не получали. Я начинал в юрисдикции Московского патриархата, но уже давно состою вовне. Тигр, в какую церковь ты входишь? Скажем так, одна из греческих юрисдикций. В общем, мне стало интересно, я решил разузнать относительно этого человека. Разузнал довольно многое. Самое главное, скажу прямо сейчас, Этот человек никогда не являлся и не является клириком ни одной канонической поместной церкви. Этот человек никогда не являлся и не является монахом. Хотя в прошлом он многократно выдавал себя за такового. То есть этот человек намеренно вводит в заблуждение своих зрителей. В русской православной церкви таких клириков никогда не было. Что касается Италии, где этот человек пребывает сейчас, то единственная греческая церковь там, это церковь Константинопольского патриархата, у которой есть там монастыри, ни один из которых не возглавляет данный самозванец, или как таких у нас на Руси называли, ряженый. Ну, это если вот самые главные выводы. Если же говорить подробнее о том, что это за человек, то можно сказать, что зовут его Сергей Владимирович Кирсанов. Вырос он в одной из деревень Смоленской области и сразу после школы в 2004 году поступил в Смоленскую духовную семинарию, откуда, по полученной мной информации, он был отчислен за неуспеваемость и неадекватное поведение. Сам Сергей о своем обучении в семинарии говорит следующее. Я в семинарии не задержался и сам от нее ушел. Вот что говорят очевидцы его обучения в семинарии. По поводу Сергея Кирсанова, я могу сказать, что мы учились с ним вместе в Смоленской семинарии. Учиться он не хотел, он постоянно там во всех преподавателях видел то экуминистов, то еще каких-то грешников. И в итоге его отчислили. Он говорил, что поступил он от Оптиной пустыни, ну и говорил, что он якобы тайный монах. Не знаю уж, насколько это правда. Ему кажется, было тогда лет 18-19. Потом я слышал, что он был в нескольких епархиях, пытался устроиться, но везде у него возникали проблемы. Часто какие-то финансовые непонятные аферы. Как видим, уже тогда, в 18 лет, Сергей уже выдавал себя зачем-то за якобы тайного монаха. Тайные монахи были в СССР, когда монастыри были закрыты. И в общем с этим были большие сложности. А вот от кого бы следовало таиться монаху, обучающемуся в семинаре? Это, конечно, очень интересный вопрос. Еще одно его откровение о себе самом. Да, моя юность и мое становление проходило в этой организации. Если бы я хотел, я бы сделал хорошую церковную карьеру. У меня для этого было все. Но я не стал это делать, так как изначально по юношескому максимализму, а потом и по убеждению я стараюсь хранить совесть. Я думаю, что стоит запомнить эти слова. Вот, в общем, мы видели, что самореализоваться Сергею в Смоленской духовной семинарии действительно не удалось. Далее он работал алтарником. И вот что сообщает о нем человек, который его лично знал во время алтарничества его в Смоленске. Его отчислили в Смоленской гимназии, потом в семинарии. Также он выдавал себя за келейника с хейгумена Илья. Говорил о том, что якобы его постригли в монашество. И что он теперь отец Серапион. Но это уже не точно помню. Итак, в качестве алтарника Сергей также не смог самореализоваться. И покинул город Смоленск. Какое-то время он проживал в Оптиной пустыне. И мне довелось узнать информацию об этом периоде его жизни от тех людей, кто его тогда знал. В Оптиной пустыне также рассказали о том, что он выдавал себя ложно за келейника отца Илья, хотя им на самом деле не являлся. Он ездил к нему за советом, точно так же, как и все остальные. Ходили или ездили к отцу Илью за советом. Много людей там и было, и сейчас едет. Это было, скажем так, небескорыстно. Он там какие-то записочки принимал, пожертвования какие-то под эту тему принимал. Но это не главное. Главное – это то, что в тот период вскрылись относительно Сергея вещи, ну, совсем нехорошие. Он был замечен, как бы это так помягче сказать, в неуставных отношениях с одним паломником. И, в общем-то, за бездравственное поведение его выпроводили из Оптиной пустыни. Когда я услышал это, то, честно говоря, для меня стало понятно, почему с такой напряженностью Сергей говорил о возможности того, что станет известно о тех вещах, которые он делал в то время, когда пытался внедриться в церковь. Ты можешь копать сколько угодно. Рой с моим прошлым, в частности, в моем прошлом, связанном с вашей тоталитарной государственной квазирелигиозной организацией с позорной аббревиатурой РПЦ, мне на это глубоко наплевать. Это с позволения сказать, секта потеряла всякое уважение своей перманентной проституции. Я не высказываюсь особо на тему РПЦ и не провоцируй меня на это, иначе я просто открою всю подноготную отдельных персон нон-грата. В общем, в Оптиной пустыне саморализоваться Сергею не удалось. Затем он направился в Николай-Берлюковский монастырь, где тоже саморализоваться ему не удалось, и он там не задержался. Изнеженный юноша, который нигде не смог прижиться. Далее, по моей непроверенной информации, которую я тем не менее получил от людей, лично знавших Сергея, в 2011 году, когда привозили поезд Богородицы в Россию, Сергей ходил там, где были очереди, в подрясники, и выдавал себя за келейника уже отца Ефрема. И тоже там собирал записочки, пожертвования. И, наверное, в тот момент он наконец все-таки саморализовался так, как хотел саморализоваться, но надолго этого не хватило. В том же 2011 году он поступил в Светтихновский университет, про свое обучение, в котором он говорит следующее. Вот, а потом уже на последних курсах я понял, что оно абсолютно, такое обучение, оно нигде не котируется. Вот, и поэтому я не стал даже защищать там диплом. То есть я бакалаврский курс закончил, и сам лично оттуда по собственному желанию ушел. И это, кстати, очень легко проверяется. На самом деле Сергей здесь, как обычно, врет. Вот, поскольку, согласно документам, которые, в принципе, уже в сети обубликованы, и кто желает, может без труда их найти, он не закончил бакалавриат Свято-Тихоновского. Он был отчислен с последнего курса за неявку на экзамены. Это было в июле 2016 года, и согласно этим же документам он не был ни клириком, ни монахом. Он указан в документах этого церковного православного учебного заведения как мирянин. Ну и самое последнее. Поскольку Сергей проживает в Италии то ли в самом городе Риме, то ли в его окрестностях, я связался также с православными из этого города, и они мне подтвердили, что он не являлся и не является прихожанином ни Коснопольской церкви, находящейся в Риме, ни Русской кельи Святого Спиридона, который также имеется в Риме. Что лично меня совершенно не удивило, поскольку, на мой взгляд, этот человек абсолютно неверующий. Он выдает себя за верующего и даже более того, за монаха и священнослужителя, как мне кажется, по двум причинам. Ну, во-первых, это, конечно, вот это давнее желание, чтобы тебя там называли отцом, да, и вот в комментариях отец Сергий, отец Сергий, чтобы, если уж не получилось у него стать настоящим клириком, хотя бы станет ютубным клириком и хотя бы на какое-то время понаряжаться в различные одеяния, в которых он хотел ходить очень многие годы. Вот та самая фотография, которую я показывал ранее, да, это такой косплей, вот с этой фотографией, я думаю. А вторая причина, и, думаю, более существенная, это то, что вот эти одежды православного священнослужителя являются его такой фишкой, которая помогает его раскрутке на ютубе. Взгляды у него в полной мере совпадающие с генеральной линией российской оппозиции, и его политические взгляды меня, в принципе, не интересуют, поскольку вообще меня политика не интересует. Таких на ютубе пруд пруди, конкуренция очень высокая, и, конечно же, без подрясника, без вот всего этого церковного антуража, это был бы просто один из множества аналогичных блогеров с аналогичным контентом. А вот то, что все эти вещи произносит человек, который нарядился православному священнослужителю, это, да, это оригинальненько, и это сработало. Сергей врет даже там, где, собственно говоря, это и не особенно нужно для каких-то его целей. В частности, он заявляет. Ну, вообще, мое профильное образование – это теология. Я ее же и преподаю здесь, в местном университете. Я вообще-то и закончил-то здесь католический университет. Вот, и преподаю я тоже не в православном, как вы понимаете, университете. Это при том, что, как мы с вами помним, еще в 2016 году, то есть, зимнюю сессию он сдавал, то есть, на начало 2016 года он учился в Свято-Тихоновском университете. И как за два с половиной, да, ну, неполные три года он бы мог успеть закончить итальянский университет и начать преподавать в итальянском университете, это, согласитесь, очень интересный вопрос. Особенно, если учесть, что все свои университеты Сергей скрывает. Галина, в каком университете вы преподаете какую дисциплину? Дорогие мои, если я всем все расскажу, где я нахожусь, какие координаты, ну, вы не думаете, что это будет несколько глупо с моей стороны? Ну, вот, в общем-то, и все, наверное. Я понимаю, что в комментариях под этим видео наверняка появятся и подписчики, и сторонники Сергея, которые будут писать что-нибудь вот в духе вот этой старой песни. Сколько бы мне не доводилось ранее разоблачать разных лошадцев, обязательно появлялись от них некоторые комментаторы, которые говорили, ну и что, что он врет, а все равно вот я буду его слушать. И сейчас наверняка они появятся, и я им сразу отвечаю, слушайте, пожалуйста. Если вам нравится, когда вам врут, значит, это тот клирик, которого вы заслуживаете.